Ольга Погодина Смена климата, хоть и ненадолго, но улучшала здоровье Ольги В школе первое время будущей актрисе приходилось туго Погодина училась в довольно неблагополучном классе, где у нее даже однажды отобрали туфли Чтобы вернуть их, Ольга не побоялась заделить драку с обидчицами, которые были вынуждены отдать свой трофей Поскольку Ольга собиралась стать актрисой, она решила взять фамилию мамы, продолжив актерский род Отец Станислав Юрьевич не был против выбора дочери И при получении паспорта Ольга Бобович стала Погодиной Будущая актриса поступила в высшее театральное училище имени Щукина Этот институт Погодина выбрала, поскольку он находился недалеко от больницы на Арбате, где она провела почти все свое детство Ольга училась на актерском факультете И прогуливая занятия, актриса нередко навещала своих детских врачей и подолгу беседовала с ними Нередко учеба превращалась для нее в кошмар У Погодиной совсем не сложились отношения с художественным руководителем группы Только благодаря поддержке других преподавателей она смогла благополучно окончить училище в 1997 году После Щуки Ольга была вынуждена любым способом искать возможность заработать В ее жизни настала черная полоса Сначала заболела мать, потом отец потерял работу и был вынужден судиться из-за долгов А последней точкой стала смерть любимой бабушки Актриса не брезгала сниматься в рекламных роликах и даже приняла участие в политической пиар-компании Она покинула стены Щукинского училища в самый разгар кризиса 90-х Получить работу неопытной актрисе, которая еще не успела сделать себе имя, не имела связи и денег, было практически нереально Погодина не отчаивалась и упорно ходила на кастинги в Мосфилу Но везде ей отказывали, так как свободных ролей не было Тогда артистка сделала небольшое портфолио с фотографиями и стала штурмовать кабинеты кастинг-директоров, которые также ничем ей не помогли Своим единственным шансом она посчитала агентство, гарантирующее роль, куда невозможно было устроиться актеру со стороны И тогда Ольга решила любой ценой попасть на телевидение Она стала следить за директором агентства, буквально поминутно изучив ее дневной график, привычки и увлечения На основании этих фактов Ольга сделала ей выгодное предложение Впечатленная настойчивостью Погодиной, директор отправила артистку на кастинг-картины «Если невеста ведьма», где ей дали главную роль Ольге предстояли съемки с самим Сергеем Безруковым Но единственным минусом оказалось отсутствие гонорара На Погодиной нужны были роли для ее портфолио, потому она согласилась Фильм вышел на экраны в 2001 году и пользовался невероятным успехом у зрителей Актрису стали узнавать, а предложения о съемках повалились на нее, как из рога изобилия Она снимала сериалы и полнометражных фильмов Но в 2001 году у Ольги неожиданно заболела рука После обследования ей поставили нетешительный диагноз – опухоль Из-за болезни она отказалась от перспективной и многообещающей роли Здоровье было важнее, и девушка стала с ужасом ожидать результата биопсии К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, но потребовалась операция по замене сустава Которая, к счастью, прошла успешно На съемках телесериала «Тихие омыты» Ольга познакомилась с актером Михаилом Дорошкиным Между ними завязался роман, который длился почти 8 лет Пресса считала их красивейшей парой российского кинематографа И давно поженила, несмотря на то, что официально в браке актеры не состояли Но отношения пары были далеки от идеала и прекратились Когда Погодина собрала вещи и съехала из общей квартиры Почти сразу после расставания с Дорошкиным актриса вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь Они познакомились 1 апреля 2007 года в московском ресторане Куда она пришла со своими знакомыми, а он со своей компанией На следующий день Игорь взял у знакомых ее телефон и пригласил Ольгу пообедать У них начался роман Пара расписала в декабре 2007 года Затем в их отношениях что-то произошло, что привело к разводу в 2013 году Сама Ольга о причинах развода с мужем говорить отказывается По слухам, все дело в ее романе с Алексеем Пимановым Который, к слову, является другом ее супруга В 2014 году Ольга тайно вышла замуж за продюсера и телеведущего Алексея Пиманова С которым ее связывают давние рабочие отношения Они не раз совместно продюсировали фильмы Он старше ее на 15 лет Пиманов известен широкой публике по программам Человек и закон, за Кремлевской стеной и другим О том, что Погодина и Пиманов стали мужем и женой Стало известно только благодаря детям Алексея от первых браков Отметим, что у самой Погодины детей нет Живет актриса со своим мужем за городом, довольно уединенно